Друзья, это видео об истреблении малого бизнеса в Воронеже и не только в Воронеже. Я думаю, с этой проблемой столкнулись все предприниматели нашей необъятной страны. Мы наглядно хотим показать в этом видео, как наше государство относится к малому бизнесу и к бизнесу сетевому, крупному бизнесу. Нам очень важна ваша поддержка. Пожалуйста, распространите это видео среди ваших друзей и знакомых и не забудьте написать в комментарии, что вы думаете по всему тому, что вы увидели. Мы посетили такой крупный магазин, как Леруа Мерлен. В нем коронавирус не действует. Подтверждено и проверено. Подтверждение моих слов здесь, что действительно самое безопасное в городе Воронеже место. Вот, считаю, что приходной покупкой у нас безопасно. Мы посетили ярмарку строительных материалов, где коронавирус, видимо, бушует, поэтому ее закрыли. Как только ввели этот карантин, так скажем, с этого времени ярмарка не работает. Строительных материалов, это вообще как? Также мы посетили вещевой рынок, где коронавирус, наверное, так же действует, так же бушует. Вы наблюдаете картину, как никто не работает, всем же запрещено работать. Также посетили сеть магазинов Кари, Глория Джинс. Там им коронавирус не страшен. Но перед тем, как вы посмотрите этот сюжет, я выражу свое мнение по поводу введенных президентом некоторых послаблений, как Владимир Владимирович сказал, для наших граждан. Наш президент предоставил возможность всем гражданам воспользоваться кредитными каникулами. Но эта норма не работает, Владимир Владимирович, она вообще не работает. Мне уже который звонок поступает от граждан, которые хотели воспользоваться, так скажем, нововведением в связи с коронавирусом, ну, теми изменениями, всем им было отказано. Просто потому, что они не смогли и не могут подтвердить, что у них доход сократился на 30%. Это бюрократия, считаю. Эта норма не работает. Вы прекрасно понимаете, что подтвердить то, что доход сократился на 30%, крайне проблематично большинству населения нашей страны. Поэтому банки законным способом отказывают в предоставлении таких кредитных каникул. Вы же не зря об этом говорите, что необходимо предоставлять кредитные каникулы гражданам, правильно? Потому что вы понимаете, что дохода нет, либо он сократился значительно. Но скорее и больше склоняемся к тому, что дохода нет, так как все гражданы должны сидеть дома и ездить только за продуктами. Поэтому зачем вводить такую глупую норму, как доказывание того, что у тебя сократился доход? Я считаю, что это абсурд. И если вы об этом говорите, значит, уже это ваши слова подтверждают, что доход у населения действительно сократился. Необходимо отменить эту бюрократию и в заявительном порядке, чтобы банки предоставляли кредитные каникулы. То есть должно быть так. Достаточно заявления от гражданина в банк, чтобы ему предоставили кредитные каникулы. И он смог этой мерой, необходимой мерой сейчас, воспользоваться. Друзья, мы находимся на вещевом рынке в юго-западном районе, город Воронеж. Вы наблюдаете картину, как никто не работает. Всем же запрещено работать. А теперь мы покажем, кому разрешено. Это видео называется «Геноцид воронежского малого бизнеса». Ну сейчас понятно, сейчас за коронавирус. Закрыли за коронавирусом. А не в курсе, когда я вообще открою, не открою? Ничего не в курсе. Спасибо. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы поинтересоваться вас. Скажите, мы сейчас просто зашли в юго-западный рынок, в котором они работают, и зашли в торговый центр. Работают в некотором магазине. Они, так я понял, сети крупные, то, скажите, с одеждой. То есть вы вправе осуществлять эту деятельность сейчас? Правильно понимаю, разторгуюсь? То есть это подпадает под перечень. Самообразующие. Это как? Ну, мы можем торговать. Можете торговать, да? Просто я в перечне указа губернатора не увидел в организации подобных граждан, которые могут осуществлять торговать. Мне кажется, что это дискриминация. Рынок без чего не работает. Сети крупные, суперкапкаре, геория, джинс, может быть, еще какие-то работают. Я думаю, не справедливо. Поэтому я решил поинтересоваться на такого конфликта. Мне просто спокойно интересно, что вы не переживаете. Вы не волнуйтесь. Да, очень. Вы тем более вас вздеваете. Да, не волнуйтесь. Да, в общем, то есть все законно, правильно, Даня? Все, мне просто потрясаю. Спасибо большое за ответ. До свидания. Вот сейчас интересно, мы сейчас зайдем в карь и посмотрим, насколько адекватный там администратор, как он будет отвечать на наши вопросы, будет ли вообще. Гория джинс, хоть по нашему мнению не совсем законно, сейчас веду предпринимательскую деятельность, но как минимум не справедливо. Может быть, директором? Да, без разницы, под директором еще лучше. А что вы мне снили? Да не волнуйтесь. Мы не будем покупать или смущать. Они ни в чем не виноваты. Они хотят купить. Ну и кари, наверное, Глория джинсовит и тому подобное, тоже, наверное, не виноваты, они хотят продать. Но я считаю, несправедливо так работать. Одним может, другим нельзя. Я думаю, если работать, то должны работать все. Здравствуйте. Директор. Здравствуйте. Вадим, скажите, пожалуйста, мы хотели поинтересоваться. Есть у нас губернаторов о том, что экономическую деятельность такого рода вроде как не осуществляют. Но я просмотрю, юго-западный рынок закрыт. Да, вообще многие заведения с одеждой, там все было закрыто. Но сети почему-то открытые. Ну, крупные сети. Некоторые сети крупные, да, позволяют, находят список. То есть у нас, получается, некоторые сети крупные, именно крупные, могут работать, а мелкие предприниматели, получается, не могут. То есть это правда, так я понимаю, да? Я просто не в курсе. Это как бы не мое обсуждение. Не-не-не, вам никаких претестов. Вам сказали, что вы можете осуществлять это. Просто, ну, вы же знаете, что, допустим, губернатор у нас сделал, есть перечень деятельностей, которые не могут, и которые могут. Но вот которые могут, я не увидел в перечне, что, значит, торговля, вот такая вот розничная торговля одеждой. Вы персональное, то есть разрешение, я не видел персональное разрешение губернатора. Губернатора есть? Ну, я, по крайней мере, постановления у него такого не люблю. Ну, к вам, вы не волнуйтесь, я сразу говорю, не переживайте. Нет, просто вы пернул. Я понимаю, к вам первый и такой прошлом, да, в виде нас. Понимаю, не волнуйтесь, к вам никаких претензий, все нормально. Просто я интересуюсь, потому что, если что несправедливо, что и глаза бы на рынок, там другие рынки не работают, буквально осуществляют такую же дефектность, как и вы, фактически, а вам дают заниматься бизнесом. А другие должны голодать. В общем, мы ваши услышали, спасибо вам большое за комендую. Все, спасибо. Вот мы наблюдаем, джинс-маркет не работает. А Gloria Jeans, ну, это же сеть. Конечно, они работают, Cari тоже сеть. Видите, у них персональное разрешение. А джинс-маркета у простого воронежского никакого персонального разрешения нет. Александр Викторович Гусев, наш замечательный губернатор. Как же так-то? Что за дискриминация? Друзья, вы видите, какая избирательность у нас предпринимателям. Те, кто крупные сети, они могут работать. Те, кто маленькие, недостойные, по их мнению, работать. Они должны сидеть дома, голодать. Их семьи должны голодать. Сотрудники, которые у них работают, не должны получать зарплаты. Тоже должны голодать. Я считаю так. Либо работают все, либо никто не работает. Все закрыто. Да мы снимаем, показываем. Вообще, скажите, пожалуйста, они вообще закрыты? Конечно, честно, знаете. А скажите, пожалуйста, они вообще, в принципе, с какого часа закрыты? Как с какого часа? Я считаю, как карантин. Как карантин? И до сих пор никто не работает? Конечно. А скажите, а почему так получается, что сети, строитель Леруа работает? Все закрыто. Мы просто сидим здесь. Я просто это спрашиваю. А Леруа работает, а вы не работаете? Я не работаю. Вам не разрешили работать? Я не знаю. Ребят. Обалдеть. Послушайте, Леруа Мерлен работает полным ходом. Мы, конечно, приносим прощения, приносим извинения за доставленные неудобства охраннику. Там пожилой человек сидит. Он говорит, с карантина, как только ввели этот карантин, так скажем, с этого времени ярмарка не работает. Строительных материалов. Это вообще как? А Леруа работает? Давайте посмотрим на Леруа теперь. Скажите, пожалуйста, как можно руководить? Вон туда, да? Спасибо. Давайте мне тоже. Маслочка не желаете ли? Нет. 60 рублей на что? Сколько? 30 рублей. 30 рублей. Она у меня здесь такая, не такая. Нет, спасибо. Здравствуйте. А вы на меня с вами, да? Скажите, что там руководителя, администратора, калорийного муниципаля? Руководителя? Ну, неважно вообще. Кто нам может дать комментарий? Нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, хотелось бы интересоваться. Просто такая ситуация, как бы... Да не волнуйтесь, мы обвинем, коллеги. Да вы не волнуйтесь. Для общения с полосы вас специально ослабляет. Я вас извиняюсь, я вас извиняюсь. Скажите, пожалуйста, вот у нас ярмарка лихоиста. Она не работает, да? Пойдите, пожалуйста. Вы работаете. Ваша служба, скажите, подскажите, пожалуйста. Да, да. Да, да. Не, пожалуйста. Вот так, не знаю, куда это что-то. Коронавирус, не знаю, что он ли? Да. Да. на ярмарке на холмистый коронавирус страшен, а в Леронию страшен, да? потому что здесь его нет, здесь какие-то, наверное, специальные какие-то средства, наверное, не знаю, что это а, я знаю почему, я знаю почему, я знаю почему потому что вон там ручки пшикают, и этого достойно ручки там попшикали, вот если я понял, ярмарка на этом как это там, на холмистый, значит, что вам нужно сделать, вам нужно взять такого же человека, поставить там при въезде, чтобы каждому там шины, покрышки и ручки пшикали и тогда там коронавирус не страшен сейчас нам уже чуть-чуть скажет, он найдет телефон реально такое ощущение, вот смотри, никого он не укрой удивительно весь секрет, вот он, девушки в общем, мы ожидаем телефон, когда нам предоставят, с кем-нибудь на эту тему поговорить я в шоке нахожусь, что я представляю предпринимателей, я очень понимаю предпринимателей, которые, которые, ну, просто обязаны подчиниться указу губернатора, не осуществляя свою деятельность так и без трусов останется я бы, знаешь, о чем даже и так подумать, ты представляешь, какие прибыли сейчас у Леруа Мерлен вот все, кто хотел поехать на ярмарку, ну, в общем, к любому предпринимателю, мало назовем так, микробизнес ну, представляешь, все люди сюда едут, потому что знают, как, что никто не работает, а работает только Леруа классно, устранение конкуренции называется, путем вмешательства государства мы не с канала с YouTube канала мы занимаемся общественной деятельностью мы вообще ловим пьяных родителей, сотрудников полиции назад ну, вот ну, а, точно да, как лицо знакомо да, просто меня так бомбануло, что все мелкие предприниматели, которые вообще, вот, как бы, у нас работают, они должны работать а сети должны работать это что, это истремагинация бизнеса ну, да это просто охренеть как-то несправедливо получается здесь у нас, как бы, все нормально, все, коронавируса здесь нет, но мы видим в обычном режиме, ну, я думаю, ежедневно столько, большое количество людей здесь проходит, ну, вот, с учетом того, что все закрыты представляешь, у них прибыль, вот, все терпят убытки и какие-то недополучения, а здесь, наоборот, прибыль, вы что-то хотели? да, просто, прощай, ребята, по цели вы снимаете, по телевизору ну, для личной цели да, не вопрос, у тебя так, что мы для личной цели в общем, вот, у нас своя жизненная позиция я, 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 я думал, ну, что это канал, там, может, все-таки, все-таки да, и, вообще, и, хоть и канал ну, как бы, у нас есть, да не, ну, мне посмотреть можно это? да, конечно, можно а где? ну, когда будет опубликовано, я думаю, на завтра, наверное, публикуем значит, дорожный контроль обход на движение, дорожный контроль это никак не относится к нашей деятельности просто, знаете, как это реально уже беспредел называется потому что предприниматели, которые мелкие все кто занимается тем же самым, чем занимается Верон Мерленд они почему-то не должны работать не должны сотрудникам, которые там обеспечивают зарплату после работы, да то есть, соответственно, все они свои у всех сейчас денежки куда они уходят они точно туда не приходят они просто тратятся у кого-то вообще их уже нет то есть, просто обрубили в конце а Леруа Мерлен у нас процветает и больше того, он приумножает свою прибыль потому что все то закрыто а все едут туда, только в одно место где открыто а дорожный контроль это вот как это общественная организация общественная организация да, мы вообще, ну, у нас это вообще не по теме просто это, так скажем но тот, который тут на клички прилипли это, на лово светло, нет, нет, нет это, смотрим на всех в районах водителей и контролируем деятельность отрубил полицию это вот, так сказать, общественная ну, и там, у нас новое направление мы боремся, так скажем, с неразимыми юристами которые, ну, мошенники и такие есть у нас таких могут недавно закрыть такие конторы да, много-много таких конторств по Воронежу очень много интересно это лучше мы занимаемся понятно, посмотрю это на всякий случай все жители города Воронежа если вдруг у нас вырастет, вот скажем так заболеваемость по коронавирусу вы знаете, здесь это не действует здесь нет вообще ни заболеваемости ничего если что, вы сюда все двигаете сюда, здесь, так скажем зона отчуждения, не знаю, как вы называете зона, где никто никогда не заболеет в коронавирусе ни при каких отцепиях все сюда здесь даже лечат, мне кажется приходит, кстати, девушка подтверждение моих слов здесь, что действительно самое безопасное в городе Воронеже место вот, считается, приходной покупкой у нас безопасно смотрите это леруа отчетов да это софт, который работает именно в Кинишу такие вопросы у него хорошо на суду, как бы спасибо, ну в любом случае до свидания сейчас буду звонить по тому номеру телефона который нам предоставил вот менеджер Лола Алло. Лолос, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, хотели у вас взять комментарий на тему работы Леруа Мерлена в такое время, когда все ярмарки, ну все же касаясь строительных материалов, закрыты, но мелкий бизнес, так скажем. А вот крупный бизнес в виде Леруа продолжает работать, причем с особой интенсивностью. Такое ощущение, что коронавирус там не подвластен, так скажем, вот этому предприятию. Ну, скажите, какое издание вы представляете? Общественная организация. А что за общественная организация? Дорожный контроль называется. А, очень приятно. Ну, смотрите, мы прокомментировать как бы действия и графики работы других не можем, потому что, ну, как бы, ни полномочия, ни компетенции, мы можем отвечать только за себя. Наш магазин работает, поскольку, ну, вы, наверное, знаете, да, мы реализуем товары из перечня, который срожден правительством Российской Федерации. Товары первой необходимости, непродовольственные. Мы реализуем практически треть этого списка. Вот, поэтому все, везде, где мы работаем, у нас согласованы с гостями. Вот, то есть, а какие, вы говорите, это товары относятся к каким? Такие вот, что необходимо, вот, чтобы Леруа Мерлен работал, а другие такими товарами не торгуют, вот те, кто закрыты. Я повторюсь, я не могу, я не знаю. А какой вот, какие списки, вот какие вот товары разрешены? Я просто вот не увидел, значит, в Леруа Мерлене такого, что... Ну, смотрите, антисептические средства, потом гигиенические маски, что еще по списку, бумага туалетная, салфетки влажные, салфетки сухие. То есть, правильно я понимаю, то есть, достаточно в своем ассортименте заявить антисептик, маски, туалетную бумагу, какие-то ложные салфетки, и можно будет работать в полном объеме, значит, невзирая на то, что такой колоссальный объем людей посещает Леруа Мерлен. Как вот в этом плане? Вот мы уже поняли, чтобы работать всем предпринимателям, что им нужно. Ему ввести нужно товарные группы определенные, ну, точнее, позиции. Тогда вот хитрость, вы взяли хитростью, получается. Но вы же подвергаете чужой жизнеопасности. Нет, здесь вы не правы. Эти товары, они у нас были в ассортименте, то, собственно говоря, мы их не ввозили специально, мы их не ввозили в ассортимент специально, они всегда у нас были, но, как бы, то, достаточно этого недостаточно, это тоже вопрос законодательным не к нам, да, то есть, мы не относились бы на послушной кампании, как бы, по законодательству это разрешено, поэтому мы работаем. Я понимаю. Нет, вы фактически, получается, не нарушаете. Нет, мы никогда не нарушаем. Скажите, я просто в указе Гусева, в постановлении его, не нашел тех, значит, вещей, которыми можно заниматься, которыми вы сейчас занимаетесь. В список разрешенных не попали. Это на уровне правительства. А, то есть, это на уровне государства, это все, это правительство. На федеральном уровне. На федеральном уровне. То есть, здесь мелкие не смогли договориться с местными властями, а уровень крупной масштаба российского в правительстве смогли решить и дать добро. Вы как считаете, вот, мнение ваше, это справедливо по отношению к другим предпринимателям, которые, ну, так скажем, хрен без соли доедают, вот если по чесноку сказать? Да, я даже не спорю с этим. Раз правительство разрешило, конечно, вы строго букве закона следуете. А как, скажите, вот в других местах, значит, которые подобные закрыты, вот здесь, вот смотрите, скопление, огромное скопление людей, огромнейшее скопление. И постоянный поток в течение дня. Скажите, здесь коронавирус не подвластен? Не в силах заразить кого-либо? Смотрите, да, люди бывают, но мы, с твоей стороны, ввели в маску просто мер предосторожности. И в ограничении количества людей внутри залов находящихся. А это сколько? Сколько это количество? Просто я увидел, более сотни людей одновременно находятся в одном месте. Даже я больше скажу. Все правильно. То есть, смотрите, количество людей рассчитывается, исходя из площади магазина. Так. Последним должно быть 7-10 квадратов на человека. Соответственно, я вот сейчас не помню, как у нас в Бородиже площадь, но смотрите, если 10 тысяч квадратных метров торговая площадь в магазин, то до 500 человек может одновременно находиться в магазине. Ух ты, 500 человек, я понял. Я понимаю, если это предусмотрено, я с вами соглашусь, но здесь вопрос несправедливости по отношению к другим предпринимателям. Все же покупатели, которые могли бы поехать к другим, к вашим конкурентам, назовем так, мелким, они же все аккумулированы сейчас полностью, все в вашем магазине. Представьте, какие прибыли. Сейчас же вы в коронавирус, допустим, те никаких доходов не получают, они даже в минусы ушли, аренды и все остальное. А Леруа Мерлен сейчас сверхприбыль получает? Нет, у нас совершенно нет никаких сверхприбыли, абсолютно. У нас, наоборот, потери товара оборота больше 70%. Обалдеть. Я просто столько людей в Леруа Мерлен в будний день, честно сказать, приезжая сюда, не видел. А сейчас ежедневно столько здесь людей. Они говорят сами за себя. Потеря товара оборота за апрель, она больше 50%. Мы прогнозируем, что она до 70%. Это, в общем, объем по всей компании, да? Да, конечно, конечно. Я вас понял. Ну, как бы, я-то эти цифры проверить не могу и скорректировать, конечно, нам не представляется возможным. Насколько достоверна эта информация. Ну, да ладно. Я позвонил всего лишь получить от вас обратную связь. Я понял. Ну, в любом случае, спасибо за обратную связь. Мы поняли, как бы, как у вас обстоят дела. Молодцы. Вы смогли в этот сложный период заняться, продолжить, точнее, скажем так, бизнес вести. Я, конечно, удивляюсь. У нас 35 тысяч сотрудников, которым на что-то надо жить. Из которых надо... Помимо 35 тысяч этих сотрудников, я не против. Я не против. Наоборот, что я за то, чтобы, ребята, все должны тогда работать. А не так, что часть 35 тысяч работают, а 100 тысяч не безработные. Вы понимаете, это же не мы регулируем. Вы понимаете, это регулируем. Да, это я понимаю. Ваше руководство смогло... Я помню. Ваше руководство смогло... Как говорится, хвала и почет вашему руководству, что они смогли урегулировать этот вопрос по работе с, так скажем, своих розничных сетей. Вот. Спасибо вам большое за комментарий огромное. Да, пожалуйста, пожалуйста, обращайтесь всегда, будет ладно. Мы открыты и готовы комментировать на наши действия. Я понимаю. Все, спасибо вам большое. До свидания, удачи вам. Да. Всего хорошего. До свидания. Вот как, хитростью надо брать, хитростью. Ребята, в общем, вы понимаете, вам нужно в вашем ассортименте, чтобы оказалось так, что у вас продавались антисептики, ну, классно слово антисептики, антисептики, маски. В общем, занимайтесь, ребята, вводите эти позиции и сможете спокойно работать. Вы же этим торгуете. Да, всеми делами. Туалетом машка, да, в общем, всем этим вам нужно торговать. И тогда вы сможете любой деятельностью заниматься. Я вот думаю, может быть, нам тоже антисептиками и творить на бумагу торгануться. Друзья, нам необходима ваша поддержка. Огромная просьба распространить этот сюжет максимальному кругу лиц, вашим друзьям, знакомым, родственникам. Пусть все посмотрят. И не забудьте написать комментарий под этим видео. Что вы думаете? Сходится ли у нас с вами мнение? Или вы думаете по-иному? Субтитры создавал DimaTorzok